Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжим чтение 3 главы Древнего Патерика с 18 стиха и ниже. В 18 стихе мы читаем эпизод из жития преподобного Макария Великого. Эта история многим из вас знакома. Она связана с тем временем, когда преподобный Макарий пребывал в египетской пустыне и как-то проходя с учениками увидел лежащий на земле череп человека. Старец спросил этот череп рассказать о жизни. И череп ответил, что в жизни он был главным жрецом язычников. И после смерти Господь осудил этого главного жреца на вечные муки, на вечные страдания. И язычник ответил, что когда преподобный Макарий молится, то страждущим в аду узникам дается некое утешение. Это утешение заключается в том, что пребывающие там могут видеть лицо друг друга. И преподобный Макарий спросил, а есть ли мучения более страшные, чем испытываете вы? И череп отвечал, что мы, не знавшие Бога, хотя и страдаем тяжко, ибо огонь, который нас попаляет, огромный, как будто от земли до неба. Но в еще больших страданиях пребывают те, кто познали истину, но своей жизнью от Бога отъеклись. Таким образом, самая страшная мука, самое страшное осуждение ждет тех христиан, которые по нерадению, по беспечности, по ленности, зная о том, как нужно было жить, имея и священное писание, и являясь членами церкви, отвергли все эти спасительные средства и свою жизнь проводили, как язычник, не знавший Бога. Из этой истории мы можем извлечь для себя разные назидания. Ну, во-первых, участь язычников, она определяется вот по этому житию. Епископ Игнатий Береченинов говорил, что те, кто не приняли святого крещения, они даже не проходят мытарство. То есть, душа такого человека, она сразу осуждается на вечной муке. К язычникам можно отнести, но вообще всех тех, кто не познали и не уверовали в Господа Иисуса Христа и не стали членами церкви, таким образом оказались в таком страшном обмане и свою жизнь фактически перечеркнули, фактически сделали себя рабами дьявола. Ну, язычество можно разуметь и буквально, это тем более IV век, когда оно еще было в рассвете, когда совершались и жертвоприношения, и были всевозможные языческие капища, существовало идолопоклонство. То есть, видимо, осужденный относился непосредственно вот к этому направлению язычества. Но повторю, что к язычникам можно приравнить и прочих представителей нехристианских религий, такие как буддисты, иудеи, мусульмане. Вот, хотя в послании к римлянам апостол Павел говорит, что если язычники, не знающие Бога, по природе делают доброе, то есть живут по закону совести, то по этому же закону совести они будут судимы. Но здесь надо различать ситуации. Если язычник жил в христианской среде и видел примеры и доброй жизни, и правильного богопочитания, и не изменился, участь его одна, если это какое-то африканское племя, где нет ни храмов, ни миссионеров, вообще никаких христианских проповедников там никогда не было, или были там они 300 лет назад, то, конечно, такой язычник, он перед Богом пребывает в более благоприятных условиях. И, возможно, именно о таких людях апостол Павел сказал, что если человек, не знавший Христа, жил по совести и не имел возможности не принять православие, не узнать о христианстве более подробно, то, возможно, такой человек будет осужден именно по закону совести. Но, повторю, что церковное учение и христианское учение ссылаются на слова самого Господа Иисуса Христа, сказанные в беседе с Никодимом, Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Христос сказал, что кто не родится от воды и духом, тот не войдет в Царство Небесное». То есть здесь четкое указание. Не принявшие таинство крещения лишаются надежды спасения. Для нашего времени язычество можно ассоциировать с тем разгулом страстей, которые мы наблюдаем в наше время. Современные язычники могут быть и крещённые люди, но те, которые своей жизнью от Бога отвлеклись. Если говорить о главе язычников или о начальном, о начальнике или о главном жреце, участь которого описывается в этой истории, то можно показать и можно увидеть в наше время тех людей, которые возглавляют разнообразные движения, которые призывают людей к безнравственной жизни, к всевозможным разврату, пьянству, разгулу, греховной свободе. То есть те, кто возглавляют непосредственно движения, которые по духу противны христианству, уподобляются вот этому жрецу, участь которого самая печальная, самая страшная. Поэтому будем воспринимать это назидание правильно. Любое назидание должно нас побуждать на действия, на исправление своей жизни. И будем бояться участия от того язычника, который оказался в вечных мучениях. Кроме того, в этой истории мы видим, что разная участь ожидает людей. В Евангелии сказано о двух рабах. Первый из них знал волю своего господина и не поступал так, как хотел господин. И за это был бит много. Второй раб, который не знал волю господина и делал неправильно, осужден на меньшие страдания. Поэтому вот в этой истории мы видим, что хотя язычники и страдают, и они лишены надежды на спасение, на какое-то изменение своих страданий, но еще большая мука, как мы читаем, ожидает тех, кто познал Бога, но Его отвергся и не творил Его святой воли. Вот такие пребывают под нами. В другом месте язычник говорил, что я стою на главе христианского епископа. То есть мысль понятна. Господь дает христианам полноту даров, христиане приобщаются к истине, становятся причастниками жертвы, совершенной на Голгофе. Большего человеку дать невозможно, чем дано христианам. Поэтому если мы с вами не оправдаем доверие Божие, то наша участь будет самой горькой. Поэтому наше с вами спасение совершается между страхом и между надеждою. Вот почему страх Божий, он присутствует у всякого христианина, и у новоначального, и у совершенного. Потому что как бы мы Бога не любили, как бы мы Его не почитали, а все равно вот это правосудие, оно присутствует в нашей жизни. И в книгах Священного Писания, и в житейной литературе есть множество примеров, когда Господь являл свое правосудие, свою власть, ибо наша жизнь, она нам не принадлежит, а находится в руках Божьих. Поэтому жить мы с вами должны так, как нас учит Бог. И об этом в Писании сказано, что вы не свои, мы с вами не принадлежим сами себе. Потому что человек существо не самобытное, человек не просто рождается в этот мир, он во время зачатия получает бессмертную душу, как некоторые святые писали, в момент зачатия Господь ему уже уготавляет небесную обитель в Царстве Небесном. То есть изначально тайна рождения является призывом этого человека к вечной жизни, к вечной жизни с Богом. И если бы люди внимательно относились к своей жизни, они бы увидели, как Господь в течение всех этих лет ведет человека по пути спасения. Даже когда человек отпадает от Бога, согрешает, все равно вокруг него условия жизни складываются так, чтобы человек осознал свой грех, в нем раскаялся, исправился и вновь начал созидать в себе Царство Небесное. поэтому если мы это все отвергнем, если мы все это перечеркнем, но тогда если мы отреклись от Бога в этой жизни, то и Господь от нас тоже отречется. И об этом сказано в Евангелии. Отвергающий меня отвергается пославшего меня. Поэтому не будем впадать в какой-то страх, в какое-то отчаяние или уныние, а осознаем, что вот такое неустойчивое состояние, когда мы можем отпасть от Бога, согрешить, является уделом только временной жизни. Вот почему у святых отцов и употребляется слово «непадательное состояние». В этой жизни у нас у всех падательное состояние, а вот в будущем уже непадательное. То есть тот, кто сподобится вечной жизни с Богом и блаженства в Царство Небесное, уже не будет опасаться уже вот этой возможности отпадения от этой вечной жизни. А эта временная жизнь, она исполнена этих опасностей, различных искушений, то есть когда человек может потерять то, что он столько лет накапливал. Поэтому между страхом, между надеждой. Ну и вот в этой же истории, когда жрец рассказал о своих мучениях и сказал, когда молитва старца доходит до Бога, то нам дается утешение видеть лицо друг друга. Старец заплакал и сказал, несчастный тот день, в который родился человек тот. вот вот эти слова нам дают такую пищу для ума подумать о том, вообще насколько разумно праздновать свой день рождения. Вот старец Макарий говорит, несчастен тот день, в который родился человек, осужденный на погибель. Иными словами, праздновать свой день рождения может только тот, кто уверен в своем спасении. А кто из нас уверен? Я вам как-то говорил о письме свидетеля Игнатия Бринчинина к своей сестре, как раз касающемся этой темы. Сестра поздравляла епископа Игнатия с днем рождения, а он пишет ответ ей, где говорит, несмотря на твою любовь и заботу, я трону твоим поздравлением, но я бы хотел, чтобы ты была более сдержана в своих словах, поздравлениях, потому что нужно прожить всю жизнь. И говорить о том счастливом дне, когда человек родился, можно только в одном случае, когда человек спасся. И епископ так и говорит, что я хочу, чтобы меня поздравили святые небожители. с днем его рождения. Потому что все, что мы говорим здесь, во-первых, это все человеческие слова, лишенные иногда какой-то внутренней крепости, силы, смысла. Часто говорят лесть, лицемерие, ложь, чтобы иметь какую-то выгоду от того, кого поздравляют. праздновать. Поэтому в церкви собственно и нет такой традиции праздновать дни рождения, а праздновать дни своего ангела, тем самым воздавая честь своему небесному покровителю, под защитой которого проходит вся наша земная жизнь. Здесь, я думаю, опыт церкви надо признать и его использовать. день рождения это тот день, когда мы должны поразмышлять о своей жизни, когда мы должны как-то окинуть своим взором прошлое, подумать о будущем и понять вот эту тайну рождения человека в этот мир, что он призывается Богом к вечной жизни, что само рождение в мир это есть милость Божия. Хотя грешники, которые провели всю свою жизнь в страшных грехах и в страстях, они перед своей смертью проклинают день своего рождения. Вот это проклятие своей жизни, оно исходит из тех, кто осужден на адские муки. Они бы хотели раствориться в небытии. Или как один из священников говорил, что нам не удастся умереть. Вы слышите? Если бы грешнику можно было бы умереть, абсолютно и душой и телом, это было бы великое благо. То есть здесь он получил утешение на земле, а вечности нет. Но такого быть не может. Поэтому рождение в жизнь имеет смысл только в том случае, когда человек свою жизнь посвящает Богу угождению. и вот тогда жизнь воспринимается как величайший дар, как тот небольшой отрезок времени, как некое мгновение, некий миг, с помощью которого человек переходит в вечную жизнь. Потому что без этой жизни и нельзя спастись. Но прожить ее нужно правильно, прожить ее нужно так, как нас учат Евангелие. Ну и сразу же говоря о времени жизни, мы должны уже понимать ценность жизни. Христиане должны очень бережно относиться к тому дару, который имеют от Бога. Вот сейчас вы, наверное, и слышали, читали, и видели, появились возможные экстремальные виды спорта, различные развлечения. Когда человек хочет попробовать вот эти вот опасности, риск, а ведь строго говоря, если вот во время такого аттракциона человек уходит в вечность, умирает, то его участь будет печальная. Жизнь дана как время для трудов покаяния. Очень важно прожить именно тот срок, который определен Богом. Почему? А потому что вот именно этот срок необходим каждому из нас, чтобы выполнить все, что нам Господь посылает. Если хотите, это есть та школа, в которой нужно пройти все стадии обучения. Если человек, поступив в институт, отучившись два курса, уходит, то он не считается специалистом и его нельзя назвать человеком с высшим образованием. Только полностью от поступления до выпускного акта. Вот так же и жизнь. От рождения до смерти. Причем смерти той, которая Богом определяется. Когда человек выходит на мучение за Христа и его жизнь обрывается, опять же мы видим, в какой момент он уходит в вечность? В момент самого высшего проявления любви к Богу. Когда саму жизнь он отдает за Христа. А если он уходит в тот момент, когда он развлекался, или когда там веселился, пьянствовал, грешил. Ведь именно вот эта тайна момента перехода очень важна. Можно всю жизнь прожить в грехе, но последние вот эти вот мгновения, последние минуты, последние дни провести Богу угодно и можно спастись. А можно наоборот всю жизнь стараться, всю жизнь как-то себя готовить, а вот последний момент все смазать. И помните, мы с вами говорили, когда читали книгу старца Никодима Святогорца об воскушение в последние часы жизни, воскушение перед смертью. И вот старец Никодим говорит, что бесы, они как бы с особой остротой, с особой такой силой искушают именно умирающего христианина. Ну может быть не умирающего, а того, кто уже приблизился к своему смертному часу. Почему? Одна из причин, что если человек согрешит в этот момент, у него просто не будет физически времени для покаяния. Вот это страшно. Если мы грешим пока еще в силах, пока мы в разуме, пока мы еще может быть молоды, надеемся, Господь нас еще потерпит. Поэтому наше покаяние оно будет все-таки и продолжительным, и плодотворным, и есть возможность принести плоды покаяния. А если человек согрешил в момент смерти, как он покаяться? Скажет прости меня, но лучше до этого не доходить. Поэтому повторю, что жизнь наша должна восприниматься как самая ответственная задача, решить которую призывает нас Святая Церковь очень внимательно, разумно и Богоугодно. В стихе 19 мы с вами читаем о наставлении Авы Макарии Великого к своим ученикам. Будем плакать, братья, пусть наши очи проливают слезы, прежде нежели отойдем туда, где слезы наши будут жечь наши тела. Ну, вся сегодняшняя беседа, она будет посвящена именно проблеме плача. Многие задают вопрос, если на молитве возникают слезы, как к ним относиться, добрый знак это или нет. Если говорить о плаче, мы должны выделить разные состояния. Человек, как существо духовно-телесное, имеет различные качества, различные такие движения, которые относятся и к телесной, и к духовной природе. Что касается слез, то у святых отцов сказано, что есть слезы внешние, телесные, или от естества, а есть слезы духовные, слезы благодатные, плач, который дается Бог. Поэтому узнать причину слез можно по тому источнику, который их производит. Если вы плачете на молитве, то нужно узнать, в каком состоянии пребывает ваше сердце. Предположим, человек находится на отпевании своего родственника, совершается заупокойное богослужение, и человек плачет. Спрашивается, почему плачет? Скорее всего, потому, что жалко того, с кем приходится расставаться. Причина слез какая? Причина человеческая, причина жалость. Значит, эти слезы не являются даром Божьим. Когда человек стоит на богослужении, особенно в период Великого Поста, каких-то может быть особых таких песнопений, и непроизвольно у него эти слезы появляются, то здесь больше надежды на то, что эти слезы как раз являются именно даром благодати. Настоящие слезы проистекают от умягченного сердца. У святых отцов есть понятие сердечного умиления. если сердце грешника не раскаяно подобно камню, подобно куску льда, то действие покаяния и самой благодати на сердце делает его мягким, уподобляет некой губке, из которой можно выжать влагу. И вот если наше сердце сокрушилось вот этим даром покаяния, даром внутреннего плача, то тогда и само тело будет давать слезы, которые будут свидетельствовать о том, что в первую очередь плачет наше сердце. Святые отцы писали, что внутренний плач может быть без внешнего, а вот внешний без внутреннего никогда, именно Богу угодный. Вот это очень важное правило. У большинства из нас есть внешний плач без внутреннего. Вот эти слезы, которые часто выступают на глазах, в лучшем случае душевные, но не духовные. Повторю, что сначала должно заплакать сердце. Вот оно должно сначала сокрушиться, умягчиться. И не обязательно вовсе, что потекут слезы. Это более сильное действие. А как известно, движение сердца, оно тоже имеет разные стадии. Вот были святые, которые носили при себе платок, постоянно. Мы читали, например, о великом Арсении, у которого все время был именно плат, которым он утирал свои слезы. Апостол Петр имел красные глаза. Почему? Потому что каждую ночь при пении петухов он плакал, вспоминал вот тот страшный час, когда натрехся от Христа. если кому-то из вас сказать, что вы стяжали дар слез, то это путь к прелести. Поэтому лучше всего, повторю, этот плач иметь внутри себе. И вот об этом мы почитаем дальше. В стихе 21 сказано, слезами человек достигает добродетелей. Но когда ты плачешь, не возвышай голоса воздыхания. Не возвышай голоса воздыхания и доню весть шуйца твоя, что творит десница твоя. А шуйца, то есть правая рука, означает тщеславие. Вот нам дается важнейшее правило, при котором наши слезы наш внутренний плач будет приниматься Богом. Это сокрытие его от глаз людей. Лучше всего плакать там, где нас никто не видит. Это может быть домашняя молитва, это может быть место, где мы сокрыты, где эти слезы видят только ангелы и святые. В стихе 20 Ава Моисей говорит «Если мы побеждаемся плотскую страстью, не облинимся, покаяться и оплакать самих себя». Нет такой немощи, нет такого греха, нет такой страсти внутренней, которая бы не вручевалась плачем. Вот нашему времени отведено это делание. Вот часто ко мне приходят люди, которые говорят о том, что они не могут исправиться, они себя осуждают, критикуют, понимают свою никчемность, свое такое непотребство перед Богом, но грех над ними давлеет, каются и вновь возвращаются вот на эти самые пути, ошибок, падений, нарушений западе Божьих. Чтобы такой человек не пришел в уныние и в отчаяние, ему нужна помощь, помощь священника. Я всегда пытаюсь выяснить, с каким настроением этот человек все-таки грешит. Ведь у Бога на весах Божественного правосудия взвешивается абсолютно все, даже то настроение, с которым человек грешит. Вот есть понятие дерзости. Например, приходится чаще всего говорить о блудной страсти. Вот сейчас зима, слава Богу, стало как-то попроще с этим, с этой проблемой. Но вот летом выходишь из храма, в нашем сквере перед памятником Александру Второму сидят молодые люди и занимаются этими бесстыдными делами. Ладно бы, они бы уклонялись там куда-нибудь в парке или куда-нибудь в квартиры, где никто не видит. Но когда на глазах стоит величайшая святыня, когда колокольный звон звучит, и заниматься вот такими постыдными делами, это есть верх бесстыдства. Настроение не чувствуете какой здесь, просто в высшей степени дерзкой. Другие грешат в темноте, где никто их не видит, потому что им стыдно. И вот если в этот момент призвать и тех и других к Богу на суд, Господь будет по-разному их судить, совершенно по-разному, потому что вот эта дерзость это очень тревожный признак. Чаще всего это признак уже окаменевшего нечувствия. Если человека не трогает вид православного храма, эти кресты, эти изображения, памятник императора Александра, ну что тогда может повлиять на то, чтобы он изменился? Поэтому и сказано, что побеждаясь плотской страстью, не облинимся, покаяться и оплакать себя. То есть слезы, которые человек приносит как дар Богу, они свидетельствуют о покаянии. И если сказано о плотской страсти, то, видимо, и в то время, и в наше время самая тяжелая борьба была именно с этой страстью. Именно слезы, сказано слезы, не труды физические, не милостыни, а слезы требуются тому, кто побеждался этой плотской страстью. То есть пожизненный подвиг покаяния. Вот когда это есть, когда человек осознает свое падение, тогда Бог его принимает. Вот некоторые мне говорят, особенно взрослые люди, я часто говорю об этом грехе блудном. Во-первых, есть на это основание, потому что ни одна исповедь не проходит без того, чтобы процентов 70 кающихся не коснулись своих плотских падений. Но даже если человек уже по возрасту не грешит на деле, но все равно, к сожалению, редко встретишь человека, который бы этой страстью не был уязвлен. Даже если пожилой человек уже свободен от каких-то поползновений на этот грех, все равно настроение вот этого плача должно быть, потому что в молодости, в юности были падения, если не на деле, то в желаниях, в помыслах, в каких-то представлениях. и все равно вот эта нечистота, она полностью не уничтожена. Нет такого человека, который бы был чист. Только вот Матерь Божия пример вот этой чистоты, именно невинности, целомудрия, а все остальные, абсолютно все, уязвляются. потому что это плотское влечение, оно как бы насаждено еще в наше естество. Вот святитель Леон Златоуст говорил, что если бы не было вот этого плотского влечения мужчины к женщине, к женщине, женщины к мужчине, то тогда бы не было брака, тогда бы не было семьи, тогда бы не было детей, потому что само зачатие детей, оно сопряжено с этим плотским удовольствием, а потом наступают труды, наступают всякие скорби и проблемы. А если бы дети зачинались в муках, в страданиях, тогда бы люди сказали, зачем мне все это надо? И сейчас мучиться и потом всю жизнь проблемы иметь. Лучше я так проживу полегче. Но такого нет. Зная нашу всю эту греховную такую любя вот Господь попустил, чтобы в момент зачатия человек как бы испытывал некое такое плотское удовольствие. Поэтому вот этот вот момент нужно тоже иметь. Поэтому покаяние в плотских грехах должно сопровождаться плачем. Не столько внешним, сколько внутренним. Вообще любой грех, особенно смертный, совершенный в юности, в молодости, по неведению, по соблазнению, он нуждается в пожизненном оплакивании. И вот такое настроение оно будет свидетельствовать о том, что мы по-настоящему каемся. А когда человек принес покаяние, выполнил эпитемию, ему прочитали молитву, и он думает, все, я теперь чист, Господь меня простил, и я имею право и осудить, и кого-то учить, и всем рассказывать, как нужно жить правильно. Это великая скорбь, когда видишь такого человека, который ничего не понял из христианства. Уж если кому-то и кого-то учить, то не тебе. И ведь недаром на степени священства, на степени священнослужителей возводятся люди, которые по милости Божией себя сохранили в чистоте. Это как те жертвы, которые приносятся Богу, потому что само служение в церкви, оно носит жертвенный характер, а жертвы, как известно, принимаются чистые и непорочные. Поэтому существуют так называемые канонические препятствия, которые не позволяют человеку, который совершил смертный грех, встать на путь служения церкви. Его место среди мирян, тех, которые приходят в церковь и просто составляют народ Божий. Вот для народа Божия нет никаких препятствий, чтобы пребывать среди верующих людей. Поэтому из стихи 20 увидим назидание о борьбе с плоской страстью. Рассказали историю интересную. Патриарх Тихон московский как-то совершал служение в одном из московском храмах и после литургии служил водосвятный молебен. И когда всех покропил, взял чашу, там было много воды, и вылил на голову одной маленькой девочки полностью. Его спрашивают, ваше святейство, объясните ваш поступок. И свидетель Тихон ответил, я вылил воду на голову матери будущего патриарха. И вот эта девочка, я правда не знаю, она жива или нет, она мама нынешнего митрополита Минского Филарета. Так что вот посмотрим, насколько это предание, оно оправдается в жизни нашей церкви. И мы с вами читаем стих 22-й. С этого стиха до стиха 29-го мы будем знакомиться с изречениями преподобного Пимена Великого. Пимен Великий был любимым духовным писателем епископа Игнатия Брянчанинова. В первом томе епископ Игнатий написал статью, написал проповедь под названием «Учение о плаче преподобного Пимена Великого». Среди прочих духовных писателей именно этот святой больше всего говорил о плодотворности покаяния. Давайте послушаем наставление Пимена Великого. Однажды некий брат спросил этого старца о причинах помыслов, которые не дают думать о своих грехах, а заставляют замечать только недостатки брата моего. И Ава Пимен рассказал этому брату о неком Ави Диаскоре, который стяжал от Бога дар слез и на вопрос учеников. Почему ты плачешь? Почему ты всегда сокрушаешься грехах? Ава Диаскор ответил, что если бы мне дали четырех человек, то даже вместе с ними, если бы плакали мы все вместе, я бы не смог оплакать всех моих грехов. И Ава Пимен ответил, тот поистине человек, кто познал самого себя. Вот отметим для себя вот это изречение. Тот поистине человек, кто познал самого себя. Вопрос брата к Аве Пимену очень актуальный. Многим из нас тоже не удается справиться с этой проблемой. почему больше всего мы переживаем о грехах наших ближних, нежели о своих собственных. Ну, во-первых, нужно вспомнить изречение Евангелия. Для того, чтобы вынуть сучок из глаза нашего ближнего, потребно вынуть бревно из собственного глаза. В этих изречениях мы видим соотношение бревна и маленького сучка. То есть, перед Богом, перед Богом наши грехи уподобляются огромному бревну, а грехи брата, как маленький сучок. Кроме того, каким образом вынимается сучок из глаза? Осторожно, бережно, внимательно, я, кстати, столкнулся с этой проблемой. У нас Нины Семен нет сегодня. Она у нас врач-офтальмолог, занимается глазными болезнями, и у меня как-то попала песчинка в глаз, ничего не проходит, ни капли, невозможно вынуть, все время глаз слезится. Я пошел к ней в клинику, у них такие современные микроскопы, можно делать просто чудеса. Она увидела у меня инородное тело. Говорит, часто позову специалиста. Ушла за врачом, приходит специалист. Вы, говорит, сюда голову кладите, только не бойтесь. Берет иголку, я говорю, сейчас буду вынимать вам из глаза песчинку. Ну, я, конечно, так испугался, честно сказать. Но он так мастерски ее вынул, и мне показывает. Иголка, и на конце такая, как вот, как бриллиант, как алмаз, еще падал свет, и она так блистала. То есть, вот достать такую, ну, микроскопическую просто, то ли стекло, то ли какая-то действительно песчинка, удалось только с помощью микроскопа, тончайшей иголки, и мастерства этого специалиста. Вот пример, как можно вытащить. А все остальное была ерундой сплошной. Капли, какие-то там платки невозможны. Поэтому вот образ бревна и сучка, он очень точный. Мы пытаемся этим бревном вынуть сучок, вместе с сучком отсекаем голову у брата. Поэтому что надо сделать? Сначала нужно свое бревно превратить хотя бы в тоненькую маленькую палочку, в которой можно там что-то поковырять. И то осторожно. И вот от этого проблемы возникают. Значит, какой путь? Какой первый совет? Осознать тяжесть своих грехов, чтобы не смотреть по сторонам, сначала увидеть себя. А как мы читаем в конце поучения, сначала стань человеком. Стань человеком. А кто человек? Тот, кто познал себя. А кто познал себя? Тот, кто увидел себя грешником. Вот только тот может именоваться человеком. Поэтому это очень серьезное искушение для многих из нас, для большинства из нас. Когда наша жизнь христианская в основном проходит в неком внешнем таком наблюдении за жизнью наших ближних. Вот почему уже в первых веках появилось монашество, появилось отшельничество, появилось затворничество. Конечно, на эти ступени выходили самые совершенные монахи. Но устранялся вот этот фактор. человек, пребывающий в затворе или в уединении, он кроме себя никого не видел. Другое дело, что выйти на этот подвиг нужно было с правильным настроением. Когда человек видит свою больную душу, когда он видит свои внутренние проблемы и страсти, он как раз и понимает, что ему требуются условия. Потому что жизнь в окружении братьей, она его в чем-то и смущает. Но повторю, что понять и почувствовать призыв Бога на такую возвышенную жизнь можно только пройдя школу общежития. Ни один святой никогда не благословлял своих учеников прежде времени на подвиги безмолвия. Общежитие оно очень плодотворно тоже. И хотя кажется, что тебе не дают помолиться, уединиться, как-то побыть там с собой, значит ты еще к этому не готов. Значит твое делание терпеливо переносить вот все укоры, которые тебе братья будут обеспечивать. И за такое терпеливое отношение к своим ближним Господь даст очень много. Человек воспитывается. очень важно воспринимать нашу христианскую жизнь как воспитательный процесс. И надо дать Богу этим процессом руководить и заниматься. Нужно сделать Бога начальником учебной части нашей жизни, чтобы чтобы все вот эти задания методика сами уроки они бы давались именно от Бога каждому из нас. Отсюда важнейшая задача это научиться побеждать свою плотскую волю. Точнее подчинять ее воле божественной. Вот если каждый из нас на этом пути достигнут скромных успехов я напомню каких успехов осознать что жизнь это очень такой серьезный процесс это очень важная задача отнестись к ней именно так жизнь дана Богом каждому из нас как величайший дар само призвание нас к жизни оно как бы было против нашей воли то есть есть некая первопричина а это первопричина Бог именно Он нас создал из небытия значит какая-то была цель а цель заключается в спасении а спасение это как дар любви божественной поэтому вся наша жизнь она окружена божественным промыслом и что нужно каждому из нас не мешать Богу нас спасать спасать себя самого святые писали что Бог ближе к нам чем мы сами Бог ближе к нам чем воздух которым мы дышим чем кровь которая течет наших венах и артериях Бог ближе к нам нет таких слов как это выразить поэтому нужно в это поверить это нужно чувствовать и самое главное быть с Богом неким соработником общего дела имя которому спасение души поэтому вот такие размышления такие знания они помогут познать самое главное а самое главное это я сам значит познать самого себя это самое самое главное а после падения которое для всех общее нужно познать простую истину что я грешник грешник самый последний и как еще Господь меня терпит это чудо чудо из чудес и вот почему я такое пространное даю объяснение а потому что все наши действия они обусловлены нашим мировоззрением у нас если хотите очень слабая культура христианской мысли у этой мысли нет внутренней энергии чтобы обуздать наши действия ну скажем человек который похоронил свою мать и пребывает в первые дни в скорби он никогда не пойдет на дискотеку или в кино или в цирк ему не до этого почему а потому что сила скорби в разуме и в мыслях очень сильная и часто это чувство оно продолжается долго поэтому вот эти вот настроения о которых мы говорим они тоже требуют развития у нас есть плач о грехах но плач такой вот сегодня причащаюсь утром значит вот просыпаюсь и до причастия буду стараться значит считать себя грешницей причащусь молитвы прочитаю благодарственные ну и все и потом до следующей причастии вот святые так не жили у святых все было очень искренне у них было постоянное стремление ну как бы доказать Богу что они действительно по-настоящему ему предан предан поэтому скажем епископ Пеофан Затворник любил писать что вот этот постовой период когда человек должен быть образцовым вот для чего дается пост чтобы вот хотя бы в пост мы были образцовыми христианами человек допустим не читает молитвы но читай полностью в пост любое исправление в пост должно происходить смотришь телевизор с утра до вечера в пост не смотри вообще выпиваешь в пост не выпивай ругаешься сквернословишь работай в пост над собой не делай то есть вот такой пост он будет угоден Богу даже можно взять листок и написать я делать не буду первое второе третье четвертое пятое на другой стороне я буду стараться и так же по пункту и прямо этот листочек себе прилепить там у изголовья кровати и вот за пост так сказать посмотреть что я сделал о чем даже и не вспомнил и вот и вот потом посмотреть ну вот прошел пост если я в пост ничего не исправил то тогда вообще нет никакой гарантии что когда он кончится что я тем более не исправлюсь а вот епископ Иофан говорил о другом он говорил о том что вот эти вот переходы или там мясоеды когда вот кончается один пост и пост другой еще не начался вот этот период он для многих является таким очень серьезным искушением когда можно расслабиться можно уже и разговеться и что-то позволить что-то себе разрешить и многие даже не причащаются в эти периоды и нас просят будешь на святках причащаться да нет не буду как же сейчас же святки я там не постился я там разговелся хорошо но разве только вкушение скоромной пищи является препятствием к причастию далеко не это чаще всего люди не причащаются не только потому что они разговелись потому что в разговении нет никакого греха значит не допускает какое-то неправильное небогоугодное настроение до святой чаши и вот процесс подготовки именуется говением и вот епископ пиафан он говорит очень интересную фразу что у христианин должно быть непрестанное говение непрестанное говение чтобы человек вот помня о смерти как можно это более так сказать конкретно выразить словами как можно готовиться к встрече с Богом для нас это слова достаточно абстрактные достаточно мало понятные нашему сердцу умом это был понимаем а он объясняет а живи так чтобы ты каждый день мог причаститься живи так чтобы ты каждый день мог бы причаститься чтобы у тебя не было причасть не было причин для принятия святых тайн и в пост и не в пост когда только вот это возможно при этом он не говорит что пост прошел а ты постись дальше нет пища к Богу нас не приближает царство Божие это не питье и не еда это мир и радость о духе святом поэтому вот важно здесь выделить выделить это зерно сердцевину этого наставления которое треб который нуждается в исполнении нуждается в исполнении поэтому повторю что главная причина почему мы замечаем грехи наших ближних заключается во первых в том что мы не видим сами себя наше самовозрение в основном внешнее и неглубокое и мы не стараемся вот это самопознание сделать более таким плодотворным более глубоким потому что я говорю в жизни множество примеров когда человек узнав о том что у него онкология причем последней степени ему же ничего не будет интересно кроме собственной проблемы насколько ему хватит сил какие есть современные способы лечения и только этим он будет заниматься но ведь то же самое и в нашей духовной жизни вот ты узнал что ты грешник грешник погибающий что ты весь пленен страстями ну примерно в соотношении как вот болезнь диабет или опухоль раковая злокачественная вот то есть вот узнал и узнал и больной телесный и узнал ты значит каждый начинает что-то делать если ты совсем не не отчаялся не макнул рукой значит начинает что-то делать больной ищет больницу врачей собирая деньги на операцию значит обзванивает своих знакомых залезает в интернет все там смотрит читает вот что может делать едет за границу при необходимости ну и у нас такая же ситуация значит ищи больницу ищи врача ищи лекарства читай скажем побеждаешься какими-то страстями гневом чревоугодием пьянством значит подбирай литературу которая описывает с одной стороны пагубность этой страсти а с другой стороны показывает пути выхода из этого состояния то есть изучай и сам грех и противоположные добродетели а я надеюсь вы уже об этом знаете что каждая страсть имеет и противоположную добродетель соответственно боремся с этой страстью скажем чревоугодие значит воздержание гнев кротость блуд целомудрие тщеславие смирение вот в таком вот состоянии как бы происходит врачевание души нужна тебе больница пожалуйста храм божий все бы пришел и все во врачебницу не уходи не получив исцеление каждый из путь эта молитва прочитывается в отличие от скажем земных больниц и земных врачей где есть лучше хуже лекарства дороже дешевле вот в церкви такого понятия нет и в деревенском храме и в монастырском и в Христа Спасителя все абсолютно одинаково иногда вот удивляешься приходят нам на крещение приезжают аж там с Камчатки с Якутии с Австралии со всего мира вот хотим креститься в храме Христа Спасителя специально взяли отпуск накопили денег думаешь хорошо а как бы объясните почему ну вот как же так центральный храм значит здесь у вас патриарх был всегда вот хотим у вас ну крестим конечно не отказываем но что-то иногда какие-то мысли возникают такие странные в голове что движет людьми ехать за тысячу верст и хлебать киселя когда в деревне в городе в селе в районе такой же храм такой же священник рукоположенный и надо тем же епископом и все там совершается абсолютно так же поэтому вот это вот как бы осознание того что никто не лишен ничего каждому христианину православному дана полнота благодатных даров и на всяком месте можно стать прайдником святым мучеником исповедником в отличие от скажем земных ситуаций когда действительно одно дело больница какая-нибудь сельская другое дело какой-нибудь медицинский центр в Москве где иные совершенно и врачи и условия техника и лекарства поэтому так много людей в Москву едут за получением медицинской помощи так вот вот этот момент мы должны себе отметить что внимание к собственной жизни к собственным проблемам это есть важнейшее требование и важнейшее качество нашей христианской жизни поэтому получая эти знания мы подобно этому старцу скажем что если бы и было со мной четверо человек и десять и тысячи и все бы плакали вместе со мной о моих грехах все равно было бы мало и людей и самой жизни вот в таком настроении мы должны перед Богом предстать а уже внешне наши какие-то потуги в посте в молитве в каких-то трудах это уже как Бог даст потому что нашему времени даже не дана эта крепость вот та телесная крепость которая была у древних отцов вот мы читаем как постились там в четыре десятницу там не ели там весь пост не ели ничего потому что была крепость другая физически даже нам это не дано нам дано покаяние нам дано внутреннее такое сокрушение смирение вот здесь нужно больше всего упражнится а внешнее по стилам стихи 23 24 Пимен Великий говорит ученикам и приводит в пример женщину в первом случае женщина сидела на могиле и горько плакала и он сказал если бы явились удовольствия всего мира то и они не отрешили бы души ее от скорби во втором случае стих 24 женщина страшно терзалась и горько плакала потому что у нее умер муж сын и брат и и оба пимен говорит что если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать как эта женщина не может быть монахом ибо вся жизнь и вся душа этой женщины погрузилась в скорбь но я уже отчасти коснулся этого состояния когда любое настроение богоугодное в нашем в нашей душе в нашем сердце должно набрать силу набрать силу и память о смерти и плач о наших грехах и внутреннее смирение и неосуждение ближнего вот все эти добродетели они имеют разную разную так сказать размер и разную силу поэтому совершенствование в этих качествах оно бесконечно оно бесконечно и обратите внимание что в основном в основном вот все эти добродетели должны касаться не столько нашего ума а сколько нашего сердца вот мы читаем стихи 23 если бы явились удовольствие всего мира то есть удовольствие ведь это предметы в основном которые действуют на наше сердце удовольствие какие там в еде в поездках в одежде ну всевозможные развлечения вот ум как-то здесь для себя мало находят какой-то пищи а вот сердце оно здесь как раз очень сильно откликается сердце такое сластолюбивое греховное поэтому если удовольствие мира нас уже мало касаются нас уже мало будоражат то значит сделано уже доброе доброе основание положено вот это тоже нужно себе отметить потому что именно сердце оно как бы определяет жизнь христианина и сердце оно человека как бы и уводит от Бога скажем в церкви удовольствие духовное получает человек и от музыки и от проповеди и от песнопения и от вида храма то есть церковь она дает удовольствие высшего порядка и мир тоже дает удовольствие но только исказив все пропитав грехом и красоту и всевозможные научения наставления и различные удовольствия вот все это в миру у нас присутствует все это разлито а вот сердце оно должно склониться к чему-то и вот сказано что нельзя совместить нельзя быть и христианином и миролюбцем потому что вот такой раздвоенность оно человека все равно уводит от бога ну примерно так же как добавив в хорошее кушание каплю яда уже вся пища становится ядом несмотря на свежесть продуктов из которых она приготовлена вот так же жизнь если она не полностью отдана богу не освящена вот этим подвигом христианским если в нашей душе есть малая часть страстности вот этой вот добровольной я не говорю о той которой с которой мы еще не можем справиться вот это общее греховное состояние для всех общее но именно страстность которая услаждает которая радует которая влечет потому что покаяние настоящее когда совершается когда возникает греху ненависть это очень важное качество чтобы свои падения мы не просто оплакивали чтобы мы их ненавидели чтобы мы могли каждому рассказать вот о той мерзкой жизни которой мы жили и себя поставить в центр этой жизни вот какой был вообще гадкий грешный мерзкий перед Богом и не нужно никогда бояться в этом сказать поэтому вот чувство сердца чем живет сердце к чему оно тянется предположим вот сегодня вы слышали песнопение и литургии и различных молитв то есть музыка церковная все-таки сердце касается а вот вышли на улицу зашли в магазин сейчас же везде что-нибудь играет и вот так сказать почувствуйте вот песенка там какая-нибудь танцевальная зазвучала и насколько сердце к ней к этой мелодии перелепилась насколько она эта музыка вас начала услаждать если равнодушие полное к этому то значит благодать Божия все-таки заняла место в вашем сердце а ежели сразу вот такое знаете плотское удовольствие такое плотское настроение какая-то радость появилась все как бы заиграло внутри ну это имеется то если эти песни были когда-то знакомы то что говорит об этом вот пример переменчивость сердца час назад только было с Богом умилялась услаждалась давала обещания вышла вышел человек из храма и первое испытание оно показало вот эту вот плотяность нашу страстность значит какой здесь вывод надо делать слабовато мы еще бороться с миром поэтому избегать всеми силами тех мест где вот этот росточек который пробивается сквозь толщу этого бетона этого асфальта то есть нашего эгоизма нашей этой страстности он еще настолько слабенький что достаточно так сказать ветерка маленького или дождичка чтобы этот цветочек он опять загнулся вообще-то даже если человек проходит 20 лет 40 лет церковь все равно береженого бог бережут все равно лучше себя считать начинающим и ничего не сделавшим и не преуспевшим и в таком настроении будет выражаться мудрость твоя христианская потому что бояться нужно не только бога как-то его создатели как-то его судью но еще и греха вот об этом надо тоже почаще думать только две вещи нужно бояться бога и греха и вот бога то мы боимся а греха нет отсюда неразумие неосторожность ошибки потери бдительности почему не подумал не проанализировал пошел где искушение а зачем пошел вот пошел и получил все эти сколько рассказывают люди поездки праздники вечеринки сейчас вот эти вот будут новогодние все эти безобразия вот приходит ну только схожу только пригублю и сразу уйду чтобы не не обижать ну иди потом придешь плакать вот не удержалась вот осталась вот пригласили на танец и прочую ерунду начинают говорить ну сколько можно наступать на одни и те же грабли сколько можно мало что ли было этих ошибок ну что для крестьянина мнение толпы если хотите стадо мы никого не осуждаем не обижаем но сейчас люди превращаются в стадо всех под одну гребенку хотят постричь потому что мир он диктует свои законы свои правила а эти законы они навеваются миру демоническим миром падшим миром поэтому хотят из людей все это такое светлое чистое богозданное все это вытравить уничтожить создать такого человека стандартного как говорят совершенно бездушного живущего просто вот именно по инструкции значит если все то и ты а христиане это не это не бездушная толпа никогда не говорят что христиане это вот именно какая-то масса людей да хоть и масса людей в храме пребывает но каждая из этой массы это личность личность неповторимая личность бесконечно дорогая богу личная личность свободная по-своему прекрасная возвышенная и вот для этого мы приходим в церковь чтобы лучшее что есть в человеке преумножить а худшее по возможности угасить и искоренить себе поэтому требуется постоянное творчество творчество христианство это творчество это искусство это наука христианство не казарменной религии не шаблонной не инструкция по применению вы правильно поймите о чем я говорю где требуется раскрытие лучших человеческих качеств и вот все эти качества церковь нам освещает освещает указывает пути этого раскрытия а мир тянет свое тянет к себе человек только там опасность там смерть поэтому вот об этом нужно помнить кому мы отдаем свое сердце с кем наше сердце пребывает не только в храме воскресный день но и в течение всей недели что услаждает наше сердце газета или духовная книга церковное песнопение или танцевальные песни красота храма или красота греха вот сердце показывает если тянется все на грех вот на все это низменное то здесь только один совет избегать всего этого потому что совершенный христианин стяжавший вот такие дарований от бога он уже и услышав какую-то там пошлую шутку или ту же самую песню или увидев что-то грязное у него родится внутреннее чувство омерзения чувство такого неприятия но это совершенный христианин а нам сами заповедно избегать этого всего потому что вроде у нас на словах есть какое-то несогласие или какое-то тоже осуждение этого зла но только на словах а сердце оно еще не готово к этому осуждению потому что оно еще не чисто оно еще не очищено от страстей поэтому грех он найдет лазейку в нашем в нашем естестве добраться до нас и свое такое пагубное действие начать вот почему даже запрещается опять вот у святых отцов мы читаем запрещается даже осуждать вот эти плотские грехи почему а потому что в осуждении плотского греха может присутствовать внутреннее услаждение которое мы можем даже и не замечать а скорее всего замечаем но как-то вот так вот знаете хитрим перед Богом вроде осуждаем критикуем кого-то там ругаем а внутренне услаждаемся вот какой я человек на словах одно на деле другое доброго которого хочу не делаю а злого которого не хочу делаю вот нужно познавать раздвоенность растление нашей природы грехом поэтому делать только то что дает мне только духовную пользу поэтому не говоря о грехе не говоря о грехе и не будешь в нем участвовать не будешь им услаждаться или осуждать только тот грех который в тебе не вызывает этого внутреннего чувства плотской радости поэтому вот образ этих женщин которые плакали на могилах своих близких и которые не могли ничем утешиться это это есть образ христианина который свои религиозные духовные чувства укрепил в Боге живет этими чувствами избегает мест соблазнов где может это растерять накопленное драгоценное дарование и не смотрит по сторонам зовет только жизнью своей души и с годами превращается в такого совершенного христианина который дело спасения считает самым главным в своей жизни вот в стихе 25 Пимен Великий говорит что плач приносит двоякую пользу не только рождает добродетели но и сохраняет их вот для нас тоже важное назидание мы с вами все-таки добродетели некоторые приобретаем и у нас так бывает что Господь по своей любви он нам каждый раз дает вот вот мы потеряли приходим просим Господи подай на бери получаем вот это у нас как бы ну более-менее получается а вот сохранить сохранить вот сегодня поедем домой доживем ли до вечера вот в том настроении в котором пребываем сейчас вот здесь вот это задача дожить и лечь спать почему спать лечь в таком настроении потому что во сне духовная жизнь не прекращается вот многие спрашивают причины всяких снов нечисто греховных всякого смущения ответ простой а как в каком настроении ты подошел вот к тому моменту когда твоя душа соприкасалась с духовным миром когда тело у тебя отдыхало вот почему так важно вот эти последние так сказать минуты перед засыпанием как раз посвятить там чтению писания молитве подготовки к исповеди чтобы ты заснул в этом настроении вот некоторые спрашивают батюшка вот это грех или нет когда слушаю беседы в воскресной школе и засыпаю под них это грех или нет я говорю это милость божия только чтобы монгтофон не сломался поэтому это вещи конечно серьезные это вещи серьезные и во сне это много совершается мы это не чувствуем этой жизни души а вот часто человек просыпается разбитым уставшим не отдохнувшим почему а потому что ночь прошла вот в такой тайне этого общения где видимо главные наши так сказать действующие лица были падшей духи с нашей душой как-то вот они ее все-таки напугали смутили устрашили почему-то ангелов может быть не было рядом вот надо стараться так чтобы настроение вечернее такое благодатное трогательное умилительное оно как бы переходило и в утреннее настроение тогда начало дня будет уже в боге ну и если начало то наверное день как бы хотя бы первая часть дня она пройдет вот в таком же в таких благочестивых переживаниях вот это вот как бы процесс который постоянно требует такого внимания повторю получаем получаем с божьей помощью но не храним а что значит не храним значит теряем а что значит теряем значит остаемся ни с чем без благодати вот этот вот это вот искусство сохранения добродетели нужно осваивать тем более в наших непростых условиях скажем в монастыре люди живут там они ежедневно на службы ходят и в трапезные у них там читают жития наставления и сами послушания как бы все пропитано духом такого душеспасения у нас в отрыве от храма наоборот вот время время сплошных искушений но надо верить что даже живя в миру все равно мы не лишены вот этой божьей помощи но если человек конечно не занимается явно греховными какими-то делами на работе если он трудится в обычных условиях где там коллектив какой-то пусть он неверующий если вы обеспечиваете там жизнь своей семьи вот говорю что лишь бы вот в вашей деятельности не был заложен грех явный грех вот тогда надо ну вот как бы применить знание применить опыт посоветоваться потому что христианином быть можно на каждом месте и в древней церкви в 20 веке были тайные христиане никто вам не говорит чтобы вы на своей работе рассказывали о своей жизни это совершенно не нужно а самое главное себя там не растрачивать чтобы приход на работу он не был местом где вы все теряете через празднословие всевозможные там какие-то шутки смех разговоры ненужные чтобы там все-таки был тоже процесс духовного такого совершенствования поэтому никогда не бойтесь никого как о вас подумают что скажут ну сейчас все собираются на все эти новогодние мероприятия ну а вы откажитесь что здесь такого не пойдешь да ну как-то не то настроение ну поговорят ну похихикают ну и что зато перед богом не согрешите господь примет вашу жертву поэтому внутренний плач о грехах это средство удержания того что мы с вами накапливаем стих двадцать шестой говорит о том что прежде всего мы должны заботиться о грехах своих почему потому что бог может посетить нас в любой момент в любой момент и вот здесь всегда мы должны повторю понять правильно это наставление что страсти своей мы не уврачуем что грех мы свой не победим скорее всего мы умрем в страстном таком состоянии но бог смотрит на сердце наше он смотрит на наше настроение как мы переживали о том что у нас не получалось вот это очень важное положение современного христианства одно дело грешить бесстыдно и дерзко другое дело переживать о том что мы что-то неправильно делаем поэтому вот это нужно иметь ввиду понимать что есть внешний подвиг христианский который ну не так перед богом ценен как внутренняя жизнь нашей души вот есть такая история приехали миссионеры в такой далекий таежный лес ну и всех зверей обратили в христианство все звери стали православными ну и волк в том числе ну волк так думал думал и подумал я говорит теперь не буду есть мясо начну с вегетарианства ну вот ходит не ест мясо все звери так осмелели ваша светлость ваше высочество какие вы какой вы стали смиренной кроткий все только перед ним преклоняются идет гусь мимо волка ну не потому что на него гневается ну гусь то они шипят ну вот так посмотрел так на него косо но ничего не сделал проходит день опять гусь мимо идет волка на него ну волк так не выдержал взял и сел гуся все звери собрались и говорят ваша светлость а что вы гусят сели а волк говорит а что он на святого шипит а что он на святого шипит ну вот так же мы с вами так что-то внешне сделали а дальше то у нас и делать не идет себя называем грешниками а попробуйте услышать о себе это слово вот как этот волк и станет поэтому вот забота об этом должна быть чтобы внутренне свое вот это вот несовершенство этот нрав нрав какой эгоистичный такой себелюбивый своевольный похотливый вот здесь самая трудная работа совершает самое главное вот внешне повторю все терпит каких-то послаблений и поста и отдыха и молитвенного правила и вот никогда старцы нам об этом не говорят вот жизнь души и жизнь сердца это самое главное поэтому Пимен Великий говорит что о грехах своих будем заботиться постоянно чтобы предстать перед Богом в стихе 28 Пимен Великий говорит кто хочет очиститься от грехов очищает их слезами и в стихе 29 Плачьте кроме этого пути нет никакого другого ну вот я думаю сегодня мы достаточно поговорили о тех наставлениях которые в основном говорил Пимен Великий этот великий египетский подвижник который учил вот это важнейшие добродетели сокрушение сердца и его слова его наставления они имеют особую важность для нашего времени когда наши силы внешне оскудели когда мы не можем совершать этот внешний подвиг который был возможен в первые века христианства а вот плач как состояние нашего сердца я напомню что плач у отцов называется радостно-творным радостно-творный плач с одной стороны вроде бы и скорбь вроде бы и какая-то грусть а с другой стороны это путь к радости и апостол Павел в послании говорил что печаль по Богу производит неизменное покаяние во спасение а печаль мира сего производит смерть поэтому плач у христианских писателей и святых отцов никогда не ассоциируется с какой-то скорбью с какой-то внутренним унынием наоборот это жизни утверждающие силы и настроения и вот на такое внутреннее сокрушение сердца накладывается и прочий добродетель и молитва и пост и богомыслие и помощь ближним и всевозможные христианские труды поэтому давайте учиться этому делу покаяния этому внутреннему сокрушению сердца и тогда Господь примет все наши повторю молитвы и милостыни и труды посильные как говорил пророк Давид что сердце сокрушенно и смиренно бог не уничижит на сегодня мы с вами закончим нашу духовную беседу мы с вами остановились на стихе 29 3 главы древнего потеряка продолжим если будем живы здоровы уже после нового года всех благодарю за внимание субтитров до новых до новых Спасибо.